Магадан Магадан столица первого снега, но часто его выпадает настолько много, что если не очищать улицы и тротуары столицы Колымы, привычная жизнь горожан нарушится. Куда же вывозятся огромные объемы снега? С городских улиц. Место, где город складирует миллионы кубометров снега, совсем недалеко. Самый крупный временный пункт приема снега или попросту снежная свалка находится за Хабаровской СТО. На свалке в данный момент работают три бульдозера. Это мы сюда усиливаем бульдозера, когда заканчиваем российскую частную секцию. Также работают сегодня два лаповых снегопогрузчика, три фронтальных погрузчика работают и 10 самосвалов. Сейчас здесь складировано уже 400 тысяч кубометров снега. Второй пункт находится в промышленном проезде. Работы по снегоочистке магаданские коммунальщики не прекращают, вывозя около тысячи кубометров снега ежесуточно. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана. Сегодня в Магадане на лыжерольной трассе для любителей спорта была подготовлена лыжня. Данная трасса приветствует не только профессионалов лыжного спорта, но и любителей. Символично, что лыжные трассы по всему городу подготавливают в канун Международного дня снега, который отмечается с 2012 года в последнее воскресенье января. Также на лыжной трассе можно подготовиться к всесоюзной массовой гонке «Лыжня России», которая пройдет 12 февраля. В этих соревнованиях принимают участие любители лыжного спорта от Камчатки до Калининграда. Президент Владимир Путин подписал закон с подробными правилами удаления затонувших судов. Федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. Одна из поправок была внесена в закон о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ. Расширяются обязанности у капитанов морских портов. Они будут отдавать распоряжение по удалению затонувшего имущества. Помимо этого, должны будут ввести документацию касательно удаления и учета затонувшего судна. Обратить внимание нужно и на то, что собственник затонувшего имущества обязан начать его удаление в период трех месяцев со дня распоряжения капитана порта, если это имущество угрожает безопасности мореплавания или морской среде. В период полугода, если затонувшее имущество мешает или затрудняет осуществление рыболовства, либо ремонт и эксплуатацию гидротехнических сооружений, предусмотрено, что понесенные расходы можно возместить за счет владельца, страхователя, а также с продажи затонувшего имущества. Наступивший 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Об этом говорится в указе, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнической общности, говорится в документе. Россия является многонациональной страной. На ее территории проживает множество разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции. Ежегодно с 2007 года президент России своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания. Предложение объявить 2022 год годом культурного наследия Владимир Путин поддержал еще в ноябре 2019 года.